Приветствую вас! Первое, с чего бы мне хотелось начать, это с того, что вы не сформировали свой запрос. У вас нет запроса, нет того, что бы вы хотели получить от психологов, и, собственно, не совсем понятно, в чем именно вам помочь. То есть, идет ли речь здесь о том, что вы хотите вернуть своего молодого человека? Но это сделать вряд ли возможно, только если вы вспомните, чем привлекли его. Тогда, когда он начал с вами отношения, чем вы привлекли его, что ему понравилось. Либо вы хотите поработать над тем, что вы рвете, что у вас не ледит кусок горла, что вы сходите с ума. Вот. То есть, если вы понимаете, что это ненормально, что это элементы зависимости от человека, и что эти элементы зависимости связаны с вашими внутренними конфликтами, с этим тоже можно поработать. Но вам нужен запрос. Запрос к психологу. Это первое. Второе. Совсем недавно от меня ушел молодой человек. То есть, что вы прожили месяц, десять месяцев. Ну, десять месяцев только довольно большой. Правда, непонятно, сколько до этого времени вы были знакомы. Вот. Насколько вы друг друга хорошо знали. И по поводу чего вы познакомились. Ну, то есть, какие обстоятельства были у вашего знакомства. Съехаться было его инициативой, причем довольно быстро это получилось, что через месяц мы полноценно жили вместе. Ну, вот, то, что довольно быстро это получилось указывать на некую вашу пассивность. То есть, вы сами участие как будто бы в этом не принимали. При том, что у меня даже такое ощущение возникло, что вы не очень-то обсуждали условия совместного проживания. Точером того, что вы сами обеспечивали своего мужчину. Вот. То есть, тут тоже нужно этот процесс немножечко исследовать. Понимаете? Вы говорите, что это довольно быстро получилось. Но, говоря так, вы снимаете в себя ответственность. То есть, непонятно, какую роль вас в этом сыграли вы. Дальше. Изначально, чуть было больше с его стороны. Я влюбилась уже позже. То есть, вы влюбились не в него, а в его отношения к вам. Скорее всего. Помогала я ему в его увлечениях. Для чего вы это делали? Особо ничего не требовала. Почему вы ничего не требовали? А что хотели требовать? Иногда в силу характера устраивало истерики, за которые и так далее теперь стыдно. А делать что с этим будете истерики, это болезненное потребность во внимании. Это, соответственно, отсутствие собственной значимости. И дело здесь не в характере, а в ваших внутренних проблемах. То, что вы говорите в силу характера, это скорее звучит как оправданное, как рационализация. Истерики не исчезнет, пока вы не будете работать над собой. Поэтому здесь вопрос. Что вы в силу своего характера устраивали истерики, что вы с этим будете делать? Штыдно. Штыдно за что? За то, что вы испытываете определенные желания и их не удовлетворяете? Вам штыдно за то, что вы хотите? Это уже конфликт. Это уже противоречие. Ваше желание есть. То, что стимулирует вас на истерики. Вам нужно просто научиться правильно эти желания реализовывать. Ну и идентифицировать, конечно, тоже. Так, мы путешествовали вместе, все делали вместе, много были, новые виды досуга. Ну, вы знаете, здесь тоже есть определенный момент, да, связанный с тем, что, значит, вы слишком много вместе время проводили, возможно. То есть, вы не были, не бывали друг другом порознь, скажем так. Вот. То есть, вы не давали друг другу личного пространства. Дальше. Материальное наше жизнь обеспечивала я. По какой причине? Для чего? Он занимался тем, что хотел, ничего особо не требовало. Я ничего особо не требовало. Тыкал иногда, чтобы нашел работу, но не навязчиво. И уху его создавая через какое-то время. То есть, по сути, вы перестали мужчину к чему-либо стимулировать. И... Кхм... Эм... Ситуация оскаривалась так, что вы, по сути, стали его обеспечивать полностью. Ничего от него не требовало. Не требовало от него быть мужчиной. Ради жизни само он отказался от привычных частных встреч с друзьями и комфортного проживания с родителями. Вы действительно думаете, что это ради жизни с вами он отказался? А как же тогда тот факт, что это была его инициатива с вами жить вместе? Не очень понятно. Эм... Все было хорошо. Говорил, что любит. Был рядом. Окружал заботу. Что в этом для вас важнее всего? То, что все было хорошо. То, что говорил, что любит. Или то, что окружало заботу. Как проявлялось заботу? Как вы это воспринимали? Когда начались еженедельные поездки домой с его стороны, отношения стали холоднее. Ага, с чего они начались? С какой стати они начались? То есть вот их не было, не было, не было, а потом они начались? Немного странно. А после сказал, что ему не нужны отношения в принципе, а какие были аргументы? Далее. После моих слез остался со мной. То есть вы им манипулировали. Вы им манипулировали и слезами заставили остаться. Получается. С какой целью? Сне 3 был идеальным парнем, нежным, заботливым, повторяющим о любви и важности этих отношений для него. То есть для вас это идеальный мужчина, который нежный, заботливый, говорящий о любви и важности отношений. Ну вот это как раз таки его отношение к вам, то что вы полюбили. Ну вот. Спустя не 2 недели заявил, что я интересный человек, но как девушке он ко мне ничего не испытывал. Смотрите. Вы пишите. 3 дня он был идеальным. Спустя 2 недели заявил. А что было между этими 2 неделями и 3 днями? Как он вел себя в этот момент? Далее. Он заявил, что я интересный человек, как девушки ничего не испытывают. Ну потому что вы его материально обеспечиваете, по сути вы родители. Вы от него ничего не приобрете и вы периодически закатываете ему стирки. То есть женского поведения здесь на самом деле не так уж и много. Дальше. Предложил остаться друзьям и уехал домой. Ну опять же, если вы его любите, как вы говорите, то вам его выбор нужно уважать. Говорить, что ему лучше, чувствовать себя свободнее. Вот. Это вот для вас, когда любишь его человека, то этого должно быть более чем достаточно. Если не достаточно, значит родить из чего-то для себя. Спрашивает, как у меня дела, но это больше изхежливости и каких-то оставшихся общих деловых вопросов, как мне кажется. Но опять же. Не важно, для чего он это спрашивает. Важно, что это его выбор. А вы ищите здесь какой-то скрытый подтек. Опять же, с какой целью? Что хочется у вас? Отношения возвращать не хочет, хотя признаёт, что я идеально для него девушка и начал помешанное прошло, оставила приятные воспоминания. Ну, понимаете, может быть, слишком идеальная вы для него девушка, поэтому она не хочет отношения возвращаться. То есть, вы слишком идеальны и слишком правильны. Возможно, то есть, тут нужно пересмотреть, опять же, свое отношение, свое поведение к нему, да, и может быть, вот у вас есть контакт, может быть, этим воспользоваться. То есть, больше говорить о своих желаниях, больше говорить о своих потребностях, больше говорить о самом себе. У меня случилось такое ощущение, что вы в нем растворялись. А когда человек растворяется в другом, он теряет свою самобытность и вместе с этим теряет интерес другого. Я не могу, скажем с ума, из-за чего, кусок горла не летит, постоянно рыву, от чего, хотя я ему этого не показываю. Что-то не показывайте правильно, но лишь отчасти, потому что если вам плохо, можно ему об этом сказать. Другое дело, что почему вам плохо, это нужно исследовать. Для меня он единственный и любимый. Это вы за 10 месяцев поняли, что он для вас единственный и любимый? Я не знаю, как его вернуть из комфортного дома, компании, друзей и желания быть одному к себе. А зачем возвращать? Зачем возвращать того, кто принял добровольное решение уйти? Мне не нужно даже жить с ним, просто хочется быть его любящей и любимой девушкой, хочется отношений именно с ним. Но я полагаю, что корень проблемы в этом, что вам хочется быть его любящей и любимой девушкой. Вот, вам хочется любить, вам хочется быть любимой, вам хочется, чтобы вас принимали. Вот, нужно анализировать то, что вы чувствовали с ним, какие это были чувства, какое-то, какое это было состояние. Вот, и на основе, на основе этого, ваши желания, которые у вас имеются, нужно отделять и удовлетворять самостоятельно. Потому что это зависимость. Так, уходит соотношение именно с ним, это, возможно, перенос, что тут может быть проблемы с родителями, что тут может быть и незавершённая любовь, какая-то уже в более раннем возрасте. Вот, тут нужно смотреть, но в любом случае, то, что вы хотите быть любимой и любящей девушкой, это не значит, что вы его любите, это не значит, что вы хотите, чтобы он был счастлив. Вот, вы видите, вы говорите, что вам даже не важно, будете жить или нет, вам важно скорее знать, что он вас любит и так далее. То есть, это вот означает, что быть для кого-то важной. Ну, тут нужно поисследовать, какая именно проблематика у вас имеется. Вот. Поэтому помочь вам, если честно, ещё раз повторю, не совсем понятно, в чём помогать, да. То есть, если хотите вы вернуть своего мужчину, то вам нужно анализировать то, что ему нравится, какие женщины его привлекают, какие качества в женщинах его привлекают и эти качества проявлять. Если у него числа остались, то он к вам вернётся, но на это рассчитывать сто процентов нельзя. Гораздо лучше, если вы будете ориентироваться на себя, на свою самодостаточность, на свою свободу, свободу как поведения, так и выбора. И тогда вы будете взаимодействовать с мужчинами уже на качественно ином уровне. Вот. Ну, и вопрос к вам, который тоже является очень важным, это откуда такая значимость, нужда, потребность в совместном проживании и в мужчине вообще? В частности, точнее, мужчине. То есть, вы сами по себе, получается, быть не можете. Вы одна быть не можете. По какой причине? По причине отсутствия у вас самодостаточности. И вот над тем, чтобы её повысить, и нужно работать. Иначе у вас отношения всегда будут такие вот, с одной стороны родительские, с другой стороны деструктивные, по итогу ведущие к тому, что вы становитесь непривлекательны именно как женщина, потому что мужчина не чувствует рядом с вами себя сильным. Подумайте обо всём этом. И если вам это интересно, обращайтесь к любому из психологов и начинайте работу с ним в одном из предложенных направлений. Лучше всего сперва в направлении обретения самодостаточности и уже потом в направлении возвращения молодого человека. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду одна ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.